У нас поступили три вопроса от участников. Значит, первый вопрос. Аркадий Милович, здравствуйте. Во многих технологиях Древа Жизни говорится о том, что нужно поместить образ Бога в создаваемую клетку. Я хотел бы узнать про образ Бога. Насколько я понимаю, он может быть разным. Ведь так? Или есть единый образ? Я вкладываю тот образ, который мне показывали, правильно? Ну, вы, безусловно, правы, потому что Бог – это весь мир. И Он может быть чем угодно. Он может быть даже в армии. Если вы достигнете соответствия того самого, чем соответствовать будешь. Потому что, когда вы доходите до Бога и встречаетесь с Ним, то вы начинаете иметь представление о Нем. Но он все время разный. И мы, когда с Игорем Витальевичем Арепием встречались с отцом, он тоже был разным. Сначала мы его видели глубоким старцем. Потом он по мере дел наших стал молодеть. То есть он этим как бы подчеркивал то, что то, что мы делаем, это как бы обновляет его самого. Так что он может быть явлен для вас в неожиданном виде. Совершенно трудно которое предсказать. Я не могу это сделать. Но если вы увидите этот образ, то вы можете его применять. А потом уже от своего образа, от своего уже вы можете образа, тоже как бы обновлять другие клетки своего организма. Но уже от своего. Потому что в центре всегда Он. А в каком виде Он перед вами представит – это не угадаешь. Вообще Бог неповторим. Он никогда не повторяется. Если Он в одном случае такой, то в другом случае Он совершенно другой. Потому что это же весь мир. Весь мир в его разнообразии. И каким он будет сегодня, каким будет завтра или послезавтра, но кто может угадать? Это его воля. Каким быть? Второй вопрос от участника. Здравствуйте, Аркадий Нович. В ваших книгах вы пишете про Царство Небесное. И чтобы туда пройти, нужна подготовка. И, например, проявление воли в ограничении своих низкочастотных намерений. Но мне кажется, здесь могут появиться качели, срывы и возвраты к прошлым намерениям. Может проявиться сражение с самим собой. Как вы считаете? Есть ли еще выход, который возможен без сражения? Например, подготовка внешнего пространства развития. Другими словами, если я хочу бросить курить, мне проще прийти в общество не курящих и подружиться с ними. Тогда курение само собой станет неинтересным. Чем продолжать сражаться с собой, тренируя волю? Что скажете? Ну, вы совершенно правильно отметили это. Потому что мы действительно все время находимся как бы в влаге определенном развитии. У нас есть плюс бесконечности и минус бесконечности. Это действительно качели, в которых нас раскачивает. Но здесь мы должны проявить волевой компонент. Ведь нам же идет подсказка. Качели, любые качели, вот это как бы две линии, которые сошлись в одну точку. В физическом мире параллельные прямые никогда не пересекаются. А в бесконечности они всегда пересекаются именно в центре их божественного начала. То есть в самом Боге. Вот где образуется, так сказать, ну, точка единения для этих качелей. То есть у нас есть всегда образ подобия. Вот здесь нравственный момент на первый план выходит, потому что мы все стараемся делать так, как делает Бог. То есть мы стремимся к подобию с ним. И вот, а это нравственная уже позиция. То есть наше стремление выстроить себя подобно Богу, в том числе и в жизни, и в поступках, во всем, она и приводит к тому, что мы, в общем-то, выходим из этих качелей, качения. Вот. А то, что вы предложили, как некие методы и технологии, это абсолютно правильно. Вот в моей жизни тоже так было в свое время. Ну, было время, когда я очень сильно, как бы, увлекался спиртными напитками. И была определенная компания, в которой мы с утра до вечера только этим и занимались. Встретились, выпили, как бы поплыло сознание, отключились, проснулись. На следующий день то же самое. И когда это стало уже очень опасным, я это заметил, я стал избегать и этой компании, и этих, в общем-то, возможностей. Меня там сначала упрекали, что я какой-то хитрый, мудрый там, ну и прилагательные всякие прикладывали, но тем не менее я без всяких врачей, просто на вливом усилии вышел из этого состояния. И у меня появились другие друзья, они пьющие, я сам совсем не пью, даже пиво. Ни вино, ни водку, ни пиво. Хотя никто мне не запрещал, я могу. Ну, были случаи, когда я 30 грамм вина выпивал. Вина 30 грамм. Ну, больше я себе, так сказать. Ну, и то это редко, один раз в год или там два раза в год. По 30 грамм. Вот и все. И то в такой ситуации, где там все кричат, день рождения, ну, каждый день не выпьешь. Ну, как ты вот можешь? Ну, ладно. На 30 грамм уступал, но не больше. Это волевой момент. То есть надо, еще раз говорю, все свои поступки, все свои намерения и выверять по образу божественному. Потому что как он поступает, что он делает, и стремится делать все тоже так же. Нигде не видел отца пьющим. Потому что то вино, которое как бы делится, даже это вино знания, не вино алкогольное. Это тоже все просто образ. Так же, как и хлеб. Это тоже хлеб знания. Вино это энергия, а хлеб это знания. Спасибо, Аркадий Ильич. Следующий вопрос. Третий. Аркадий Ильич, здравствуйте. Вопрос по прошлому вебинару. Скажите, правильно ли я понимаю, чтобы работать по преобразованию клеток, вредителей в организме, нужно в первую очередь проработать свою нравственность и уже потом заниматься технологиями. То есть, понять, что в жизни делать и как, и куда стремиться. И поняв, я могу с чистой совестью и, главное, с положительным результатом себя восстановить. Ну, вы, по сути, и ответили. Вы поставили вопрос и ответили на вопрос. Я даже не знаю, как это комментировать, потому что это абсолютно правильно. Действительно, надо сначала заниматься своими целеустремлениями. К чему стремимся, чего хотим, от чего зависим. И надо освобождаться от этих крючков, которые на нас навешивает, ну, наша, как бы, материальная природа. Вот чем меньше будет крючков, тем меньше будет зависимости. И появится противоположность, независимость. То есть, вы не будете зависеть ни от чего и принимать самостоятельные решения. Потому что все в этом мире есть школа, на самом деле, в которой мы учимся. И в которой нас учат, создавая определенные ситуации, в том числе и негативные, в которых мы должны как-то повести себя правильно. А на основании этого решения, как мы себя ведем даже в негативной ситуации, уже и по нам принимаются решения. Продолжение следует...